Люся Лисенкова «Живая психология и немножечко чудес» на одной волне со Вселенной. О тебе, об отношениях и о том, как прекратить играть в прятки со счастьем. Посвящаю тебе. Пожалуй, один из важных моментов моей жизни – моя первая книга и наша с тобой встреча. Это встреча в виде мыслей и историй, подтверждения того, что все мечты сбываются. Нужно лишь не предавать себя. Сейчас ты слушаешь не просто аудиокнигу, а мое искреннее желание видеть тебя счастливой, спокойной, проявленной и реализованной, гармоничной и любимой. Здесь не будет каких-то заумных терминов, норовоучений или техник, которые невозможно повторить. Тут буду я, обычная и живая, которая прогуляется с тобой, держа за руку, и поделится поддержкой, добротой и верой. Ни одно слово не взято с потолка просто ради того, чтобы что-то написать. Мне пришлось пережить и преодолеть очень многое, многому научиться и многое осознать. И я не провалилась на дно. Я тут, рядом, счастливая и не переставшая любить жизнь. Такой же хочу видеть и тебя. Когда-то давно, еще в детстве, у меня появилась мечта. Захотелось сделать мир добрее и светлее, а не просто жить в нем, как получится. Вселенная с радостью стала в этом помогать. Подарила своеобразный взгляд на вещи, множество приключений, встреч и потерь, любовь к метафорам, сверхнаблюдательность, стойкость, интерес ко всему происходящему, энергию и оптимизм, желание учиться и переводить мысли в буквы. А еще дала в помощь людей, которые верят в меня безусловно, поддерживают даже на расстоянии, используют мой опыт в благих целях и помогают осознавать, что все в этой жизни не случайно. И ты, и я, и наши встречи здесь. Именно они, близкие люди и обожаемые читатели, фактически заставили меня выбраться к тебе из ящика письменного стола. Верю, что не зря. Беремся за руки и идем. Если где-то будет сопротивление и желание прервать нашу встречу, то останавливаемся на этих строчках подольше. Такие кочки являются неотъемлемым элементом твоей дороги к счастью и настоящей себе. Знаю, о чем говорю, потому что собаку съела на этих кочках. Да не одну, а много жирных таких и огромных собак. Обнимаю, просто лю. Как родилась эта книга. Книгу я собирала как настоящий фокусник, жонглируя текстами и желанием объять необъятное, поделиться максимальным количеством нужной информации. Редакция дала мне непосильное задание — уместить все на определенном количестве страниц, но уже в середине пути я поняла, что никак не укладываюсь в рамки. У меня в копилке невероятное количество наблюдений, знаний, личного опыта и действительно полезных рекомендаций, проверенных сначала на себе. Пришлось просить любимую редакцию дать мне возможность расширить поле деятельности и увеличить количество страниц. Выходить за рамки и просить — полезная вещь. Я постаралась отобрать из тысячи текстов самые-самые. В моей первой книге «Бережное с любовью» будет храниться то, что уже помогло десяткам и сотням тысяч читателей. Ежедневно получаю огромные сундуки писем с благодарностью, добрыми словами, историями о том, как у человека полностью изменилась жизнь. Когда читаю все это, у меня невольно проступают слезы и одновременно растягивается улыбка до ушей. Получилось. Я осуществила мечту. Могу сделать планету добрее, а людей счастливее. Не просто так я вижу мир через собственную призму, умудряясь улавливать тончайшие паутинки метафор. Я способна поделиться этим с другими и быть полезной. Я сейчас здесь, а где-то далеко живет она, та женщина, которой я помогла обнаружить собственное счастье, влюбиться в саму себя и всю Вселенную. В эту книгу я постаралась вместить самое главное и важное — то, что обязательно поможет подружиться с собой и Вселенной. Именно такая дружба способна на настоящие чудеса. С ее помощью создаются крепкие отношения с окружающими людьми, строится любовь, воплощаются заветные мечты и реализуются смелые затеи. С таким другом, как Вселенная, не страшно жить, проходить важные квесты собственного сценария, узнавать и любить себя всем сердцем. В текстах я не использую заумных фраз и сложных терминов, ибо считаю, что каждая женщина имеет право быть счастливой через легкость, простоту, улыбку и юмор. Да и, если честно, не умею мудрить, ленюсь строить из себя профессора. Я ведь и сама одна из миллионов, такая же, как все, не похожая ни на кого. Уникальная, удивительная, странная, инопланетная, загадочная, интуальная, экспериментирующая, переживательная, задорная, задумчивая, мечтающая и многое еще какая. Хочется, чтобы каждая женщина, которая послушает эту аудиокнигу, ощутила себя важной, нужной, сильной и смелой, достойной счастья и любви. Моя мечта, чтобы ты, слушая этот текст, чувствовала себя в максимальной безопасности, будто с самой любимой и родной подругой на кухне сидишь в предвкушении волшебного переворота жизни. Чудо этой книги заключается в том, что ее можно слушать как угодно, не соблюдая никакого порядка. Обожаю хаос и не люблю соблюдать навязанные кем-то правила. Хочется тебе поработать над собой и разобраться в лабиринтах собственной души? Слушай первую часть. Пора с отношениями разобраться? Тогда слушай третью. Необходима срочная поддержка вселенная? Вторая глава уже в ожидании. Задумала стать счастливым героем собственной жизни? Закутывайся в уютный плед, зажигай ароматную свечу, наливай чай, запасайся вкусненьким и уходи во всю книгу с головой. Только ты решаешь, как тебе лучше. Еще один секретик. Эта книга полезна и мужчинам. Вторая часть общая для всех. Да и знать, как функционирует планета женщин, великое дело. А если хочется проявить заботу, помочь любимой, маме, подруге или коллеге обрести уверенность и стать счастливой, но при этом нужных фраз в арсенале не имеется, мужчина не очень большие мастера метафоры подходящих слов, подари книгу своему человеку, желательно в пятницу. Сценарий твоего счастья уже готов. Дело за малым. Почувствовать себя настоящим режиссером и оператором, сняв самый красивый и добрый фильм длиною в жизнь. Часть первая. Ты. Книга, в которой прописаны все сценарии жизни каждого из нас, бережно охраняется Вселенной. Нет ничего чудеснее в этой жизни, чем мгновения, такие добрые, настоящие, трогательные, очень важные секунды, когда ты просто живешь, когда ты — это ты, счастливые и ни в чем не нуждающиеся. Эти мгновения расписаны в волшебной книге. Она необъятная, в ней информация обо всех людях планеты, хранится высоко-высоко над галактикой. Тут, в земных библиотеках, для нее даже места нет. В этой вселенской книге есть страницы для тебя, для меня, для каждого. Главное, в ней невозможно переписать своего героя, его роль, действия и приключения, дела жизни и любимого человека, родителей, детей и опыт. Все, что нужно пройти, с чем встретиться, что преодолеть, кого полюбить и даже разлюбить, находятся на страницах, посвященных тебе. И как бы ты ни старалась, обмануть или спрятаться не получится. Другое дело, что можно просто потянуть время и дойти до этого не так быстро, как планировалось. Но как бы то ни было, твой герой целиком и полностью готов к путешествию. Ты все можешь. Живи по написанному именно для тебя сценарию с удовольствием, продвигайся по событиям и приключениям с интересом, береги главного героя и помни, что он способен на настоящие чудеса. Ты способна на настоящие чудеса. Прослушав мою книгу, ты сможешь в этом убедиться и ощутить на практике свою силу. В твоих руках появится волшебный ключ, и ты уже не будешь прежней. Это тоже давно прописано. Наша встреча не случайна. Я искренне хочу, чтобы эти слова встроились в каждого из нас и звучали внутри, несмотря ни на что. Я — человек. Я ничего не боюсь. Каждый мой день — это мой день, в котором только я решаю, быть счастливой или грустной, идти к мечте и осуществлять ее или радоваться тому, что есть. Во мне суперсила, которую никто не может пошатнуть или сломать. Мне ничего не страшно, потому что я добрая и честная, потому что живу человеком и имею полное право на настоящее. Никто не вправе отодвигать его на неопределенные сроки, втягивая меня в свои игры, интриги и разборки. Каждое утро я просыпаюсь и чувствую в себе силы. Мое время — мое богатство, мое здоровье — мой ресурс. Обладая этим, я рассматриваю различные события как маленькие квесты удивительной и интересной жизни. Я сама собираю кубик Рубика своей судьбы, поворачивая те стороны, которые необходимо увидеть здесь и сейчас. И мой кубик самый красивый, волшебный и нерушимый. Время роскошных женщин На самом деле, каждая женщина самостоятельно принимает решение, быть ли ей роскошной или бедной. Да-да, именно так. Вспомните истории, где жена вся в шелках и жемчугах, а потом выясняется, что у нее муж злодей и, в общем, не жизнь, а каторга сплошная. Сидим мы, смотрим на это и приговариваем. Бедная женщина. Ибо роскошь действительно не в наличии чемоданов с деньгами, а бедность не в их отсутствии. Тут все гораздо интереснее. Нужно просто вспомнить, что такое роскошь, и начать ею пользоваться на всю катушку. Кто же она роскошная женщина, чем живет и как действует? Роскошная женщина та, что разрешает себе жить в роскоши и пользоваться исключительно всем роскошным. Роскошная женщина не подделывает себя под кого-то другого, а бережет все, что дано ей природой и генами. Она умеет подчеркнуть свою уникальность и гордиться тем, что неповторимо. Разве не роскошь в наши дни оставаться собой и иметь независимое мнение? Такая женщина не стоит в огромных очередях за однотипной внешностью, нужной в этом сезоне одежды и статусом «я замужем», боясь, что ей чего-то не достанется. У нее все есть. Роскошь – это еще и когда ты разрешаешь каждому быть собой, не присваиваешь чужое, ибо у тебя есть свое. А носить чужое, прости, явно не признак роскоши. Роскошная женщина бережет время, ведь время, потраченное во благо и на себя, это настоящая роскошь наших дней. Она инвестирует в эмоциональное и духовное развитие, не тратится на перемывание косточек другим людям, истерики со скандалами и прочие бесполезные занятия, которые истощают ее. Роскошная женщина в первую очередь посвящает время себе, а конфликты решает в более благоприятное время. Роскошная женщина бережет эмоции, это ее ресурсы, а ресурсами не разбрасываются. Роскошная женщина никогда не станет тратить чувства на людей, вызывающих бурю негодования внутри и чувство усталости после общения. У роскошной женщины есть вкус, она любит ощущать сладость от чего-то приятного, а не горечь и соль от слез. Роскошная женщина умеет спокойно говорить слово «нет». Она с легкостью разрешает себе такую роскошь, ибо прекрасно знает, если сказать «да» там, где не хочется, то потом можно сильно обеднеть. Уйдут силы, надежды, вера, время, энергия, здоровье. В разговорах роскошной женщины нет сорняков. Она охраняет свою территорию речи и относится к ней с уважением. И пусть ситуация наколена до предела, а грязные слова так и просятся наружу, роскошная женщина не будет засорять красоту, ведясь на провокации. В ее роскошном пространстве просто-напросто нет места для мусора. Роскошная женщина знает, что дело не в миллионах дорогостоящих баночек с кремами, в косметологах и шикарных платьях, а в том, как ты относишься к единственному настоящему богатству – самой себе. Если постоянно злиться, ненавидеть весь мир, очернять мысли неверием и завистью, то тебя не спасет ни один укол молодости и ни одно самое великолепное платье. Каждый может взять кредит и нарядиться в перья, но при этом изнутри оставаться эмоциональным бедняком, который не любит себя и уж тем более не получает любви от других. Роскошная женщина любима всегда – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, любима собой. Поэтому ее любит и Вселенная, и мужчина, и все, что окружает. В роскошную женщину встроен природный бриллиантовый магнит. Стать роскошной женщиной может каждая, надо только принять это решение и переложить некоторые усилия. Сперва это трудно, особенно если привыкла годами во всем себе отказывать – в настоящей любви, уважении партнера, доверии к миру, мыслях о том, что родилась бы счастливой. Но никто не имеет права тебя ломать, переделывать, подминать под себя и смеяться над твоими мечтами. Роскошная женщина не будет реагировать на обесценивание, неприятные слова и желание людей причинить боль. Она спокойно улыбнется и пойдет в свой роскошный замок заниматься делами, точно зная, что у нее все хорошо, а ошибки случаются с каждым. Миллионы роскошных женщин перестали быть такими только потому, что вдруг резко начали завоевывать любовь мужчин, которые случайно попали в поле жизни. Эти женщины стали что-то доказывать, переделывать себя, потеряв собственное «я» и прекратив пользоваться роскошью. А ведь у них должен быть совершенно другой путь. В мире может происходить всякое. СМИ ежедневно вкручивают нам в голову, что только в денежном богатстве есть настоящее счастье. Мы поддаемся на провокации и тратим единственную жизнь на нервные переживания, бессонницу и стрессы по любому поводу. От этого беднеем и обрастаем сутулым бременем существования. Поверь, ты действительно роскошная женщина, потому что умеешь жить в роскоши современности, то есть прекрасно осознавать, что вся настоящая роскошь спрятана у тебя внутри. Бери и пользуйся, делай то, что является раритетом наших дней, окунись в собственную роскошь с головой. Тебе дали одну жизнь, и она действительно прекрасна. В ней есть великолепная природа, миллионы хороших людей и интересных занятий. В ней яркие сны и уютные одеяла, потрясающие закаты и волшебные рассветы, полезные продукты и чистая вода, масса возможностей для саморазвития и много чего еще. Не откладывай жизнь в роскоши на потом, начни прямо сейчас. Стать бедной всегда успеешь, там и стараться особо не надо. Исключи семь разрушающих действий, чтобы Вселенная всегда могла оказывать поддержку. Лишь смелый и сильный человек способен на счастье. Я сейчас говорю про силу ментальную, духовную и психологическую. Слабому никогда не постичь волшебного чувства, творящего настоящие чудеса. Наше тело ежедневно пропускает через себя колоссальное количество энергии. Забирает и отдает, отдает и забирает. Естественно, важно научиться грамотно распределять энергетический ресурс, чтобы стать могущественными, сильными, счастливыми, способными двигаться вперед, осознанно воспринимать происходящее, не проваливаться на дно от жизненных ситуаций. Научиться заботиться не только о физическом состоянии, как мы привыкли, но и о том, что происходит внутри. Через наш позвоночный столб проходят семь энергетических каналов, каждый из которых отвечает за важнейшие функции жизнедеятельности. Представь, что ты огромное, пушистое дерево, а позвоночник — это ствол. Дерево с крепким, мощным стволом может выстоять перед любыми ветрами и ураганами, если оно имеет крепкие корни, получает минералы, видит свет, имеет пространство для роста.